Библейский портал экзегет.ру представляет 24-я завершающая глава Евангелия от Луки. Я читаю для библейского портала экзегет свой перевод, он пока еще не издан. Конечно, она в воскресенье, и, конечно же, всякий, кто открывает этот текст, наверное, с древнейших времен, когда он только был написан, знает, что Иисус воскрес. Но как об этом рассказывает именно Лука? Есть несколько особенностей. Вот Лука может быть самый необычный из евангелистов в том, что касается рассказа о воскресении. Но нельзя сказать необычно, что у него главную роль играют женщины, он вообще много обращает на них внимания. А на следующий после субботы день женщины, те самые, которые были при распятии рядом, которые видели погребение тела Иисуса, женщины на заре пришли к гробнице с приготовленными заранее благовониями, чтобы умастить умершее тело и тем самым как-то замедлить тление, и обнаружили, что камень, закрывавший вход, сдвинут с места. А гробница – это обычно пещера в камне, а для того, чтобы туда дикие звери не залезали, то большим камнем закрывали. Войдя внутрь, они не нашли там тела Господа Иисуса. Они недоумевали, что же произошло, как вдруг перед ними появились два человека в сверкающих одеждах – женщины и ангелы. Вот те, о ком Лука говорит чаще других. Женщины перепугались и склонились до земли, но те им сказали, что же вы ищете живого среди мертвых? Здесь его нет, он пробудился. Помните, что он вам говорил еще, когда был в Галилее? Он сказал, что сын человеческий должен быть предан в руки грешных людей, что будет он распят и на третий день воскреснет. Тогда они вспомнили эти его слова. Вот, интересно, здесь как раз две эти группы – ангелы, которые с самого начала возвещают пастухам, и женщины, которые, в отличие от мужчин, может быть, мало что решают в этом рассказе, но проявляют сочувствие, они встречаются в конце. Тогда они вспомнили эти его слова. Вернувшись от гробницы, они обо всем рассказали 12 и всем остальным. То есть апостолы от женщин этих получают свою весть. Это были Мария и Магдалина. Говорится о том, что он из-за нее изгнал бесов, и она стала ему служить. Восьмая глава Луки. С ней связано много других рассказов, но уже в последующих преданиях. И Анна, и Мария, и мать Иакова. А с ними и другие женщины. Толком ничего у них не известно. Может быть, Мария, мать Иакова, это мать апостола Иакова. Но имена очень распространенные, поэтому нельзя ничего сказать. А с ними и другие женщины, они обо всем рассказали апостолам. Но тем их слова показались выдумкой, они не поверили женщинам. Вот тоже у Луки обычно все такое оптимистическое. Здесь недоверие апостолу. Зато Петр сразу же побежал в гробницу, заглянул внутрь и увидел, что там лежат только пелены. Он вернулся домой, удивляясь тому, что случилось. Женщины поверили, а Петр всего лишь пока удивился. Вот, может быть, эта женская открытость и эмоциональность, она более склонна принять эту радостную весть. А вот мужчины, они рационалисты. Дальше описание одного эпизода, который никто из евангелистов не упоминает, кроме Луки. Лука описывает очень долго и подробно. Такое ощущение, что он участник этого эпизода. Ну, так принято считать, я тоже так думаю. В этот же самый день двое из учеников, соответственно, Лука один из них, шли в селение под названием Эммаус, примерно в 60 стадиях от Иерусалима. Это десяток с небольшим километров. При этом они обсуждали все, что произошло. И вот пока они разговаривали и спорили, к ним приблизился сам Иисус и пошел вместе с ними. Ну, по дороге. Скучно же с попутчиками побеседовать. Как они это поняли? Ну, у них была словно пелена на глазах, они его не признали. А он нам сказал, что это вы обсуждаете по дороге. Они остановились с печальным видом. Один из них по имени Клеопа. Да, второго Лука не называет, из чего мы тоже делаем вывод, что, ну, как бы он так скромно не говорит о себе «я, я, я». В книге деяния, кстати, будет «мы», но себя он тоже в этом и включает. Один из них по имени Клеопа ему ответил, «Похоже, из всех, кто был в Иерусалиме, только ты не знаешь, что там произошло». «Что же?» Спросил он их. Интересно, вот мы уже знаем, что это Иисус. Они еще не знают. И он хочет услышать их версию. Не навязывает им свою. Сейчас я вам все объясню, это «я, я воскрес». Вот это тоже надо приметить. Они ответили, что случилось с Иисусом из Назарета. Он был настоящим пророком, он словом и делом являл свою силу пред Богом и перед всем народом. Но наши первосвященники и правители его приговорили к смертной казни и распяли. А мы-то надеялись, что именно он станет избавителем Израиля. Ну, то есть, что он не просто мессия, но победитель римлян, новый царь. «При всем том, вот уже третий день, как все это завершилось, но есть среди нас женщины, которые нас смутили. Рано утром они пришли к гробнице и не обнаружили там его тело. Они пришли к нам и рассказали, что видели явление ангелов, а те объявили, что он жив». Вот как бы они пересказывают, но не верят в это. Ну, что-то странное происходит. Невозможно принять это, но вот говорят какие-то вещи. Почему? Ну, наверное, потому что нужна личная встреча, чтобы это поверить. «Некоторые из наших пошли к гробнице, они увидели, что все именно так, как рассказали женщины, а его самого не видели. И поэтому, пока они не встретили, то веры нет». Он им ответил, «Да чего же вы непонятливы? Как же трудно дается вам вера во все, что предрекали пророки? Ведь именно так должен был пострадать Христос, чтобы достичь своей славы». Почему он не говорит им сразу, «Это я?» Ну, с мужчинами рациональные аргументы больше проходят, и тексты, тексты священные. И вот он объяснил им, что сказано о нем в Писаниях, начиная от Моисея у всех пророков. «Так они приблизились к селению, в которое шли ученики, а он им показал, что пойдет дальше. Они стали его уговаривать. Останься с нами, ведь уже вечереет, день клонится к закату. Ну, спутник, они уже как-то немножко подружились, да, предлагают ему переночевать там же. А ведь если бы они этого не сказали, они бы так с ним и не встретились. То есть вот общение с другим человеком может оказаться общением со Христом. И от того, как ты себя к нему проявишь, зависит, встретишься ты с ним или нет, или так мимо пройдешь. Он нашел хлеб в дом и остался с ними. И вот когда он за общей трапезой взял хлеб, и с благословением его разломил и стал им раздавать, а ведь наверняка они это видели много раз, да, когда он благословляет Бога, преломляет хлеб и раздает этот хлеб. С благословением его разломил и стал им раздавать, у них пелена пала с глаз, они его узнали, а он стал для них невидимым. То есть встреча состоялась, им бы хотелось, наверное, с ним остаться дальше, провести много времени, но он стал для них невидимым. Дальше уже их выход, да, дальше уже им об этом рассказывать. Они стали друг другу говорить, а ведь когда он говорил с нами по дороге, когда объяснял нам Писание, наши сердца опламенели. То есть если бы они чуть-чуть больше обратили внимание на собственные чувства, возможно, они бы его узнали раньше. И они тотчас поднялись и отправились обратно в Иерусалим. Там они нашли 11 учеников и тех, кто был с ними. 11, потому что один иудаискариот уже отпал. Они говорили, что Господь действительно воскрес, появился Симон, а эти двое стали рассказывать, что было по дороге, и как они узнали Господа, когда он преломил хлеб. Вот тоже у Луки такое противопоставление свидетельства и личного опыта. Без личного опыта свидетельство не работает. Те еще продолжали свой рассказ, как он сам появился среди них со словами «Мир вам!» В смятении и страхе они решили, что видит призрак, но он им сказал. «Что же вы перепугались? Почему в ваши сердца вошли сомнения? Вы видите мои руки и мои ноги?» Вероятно, со следами от гвоздей. «Да, это именно я. Прикоснитесь ко мне и убедитесь, ведь у призрака нет ни плоти, ни костей, а у меня, как видите, есть». С этими словами он показал им свои руки и ноги. Они радовались и удивлялись, но все еще не верили. Ну, есть вещи, в которые трудно поверить сразу. И тогда он им сказал, «Есть ли у вас здесь какая-нибудь пища?» Те дали ему кусок печеной рыбы. Он его взял и съел у них на глазах. То есть воскресение телесное, подчеркивается. Они просто некий призрак бестелесный. Очевидно, об этом спорили, какая природа у воскресшего Христа. Ну, и этот эпизод подчеркивает ее какую-то, может быть, своеобразную, но телесность. Им он сказал, «Ведь именно об этом я вам говорил, пока еще был с вами. Должно исполниться все, что обо мне написано в законе Моисеевом, и у пророков, и в псалмах». Тогда он открыл им понимание Писания. Интересно, что вот здесь первичен личный опыт, да, и потом только следует текст Писания. «И сказал, так и было написано, Христос будет страдать и воскреснет из мертвых на третий день, и от его имени всем народам, начиная с Иерусалима, будет проповедано покаяние, чтобы были прощены их грехи. И вы будете обо всем этом свидетельствовать. Я пошлю вам, что было обещано моим отцом, а вы оставайтесь в городе, пока на вас не сойдет сила свыше». Ну, идет речь, конечно, про то, что будет описано в книге «Деяний», как «Сошествие Святого Духа» в Пятидесятнице. «Он вывел учеников из города Квифании, деревни рядом с Иерусалимом на Елеонской горе, а там поднял руки и благословил их, и пока он их благословлял, стал удаляться и возноситься на небо. Они поклонились ему и с огромной радостью вернулись в Иерусалим, где постоянно были в храме и благословляли Бога». Ну, здесь такая как бы пауза, которая напрашивается на продолжение. Это продолжение будет книги «Деяния апостолов», написанной тоже Лукой. Вот, но я бы еще обратил внимание, что этот эпизод про двух путников, которые идут в Эмаус, он очень важен для Луки, и вот, наверное, о многом может рассказать нам, в частности, о том, что чтение библейских текстов – это хорошая вещь, и их комментирование – прекрасная вещь, но бывает личная встреча. И вот без этой встречи понимание этих текстов и этих толкований, оно, в общем-то, невозможно. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!